всем привет друзья с вами закупоч представляете захожу я значит в детский мир и лежат красивенькие но и новенькие трешер x золото динозавров новинка стоит такой набор 3200 рублей не дешевое удовольствие поэтому я вам сегодня покажу чтобы вы не тратили свои деньги стоит ли оно того вообще стоит ли эту штуку покупать ссылочка на все мои обзоры treasure x находится в правом верхнем углу потому что многие любят эти игрушки когда я снимаю у меня миллионы просмотров а есть видосы которые собрали там 50 100 тысяч просмотров то есть возможно вы какие-то видео еще не видели так что залетайте в этом в аннотации там и перевернута это все написано а мы открываем нашего динозавра написано что тут нужно распороть ему был брюхо достать до этого охотника за сокровищами это у нас тираннозавр рек самый настоящий можно сказать из ледникового периода и в каждом восьмом наборе находится золото дракона настоящий то есть золото динозавра настоящие то есть это золото покрытое металл покрытым настоящим сусальным золотом ну то есть вроде как это не особо дорого но было бы приятно найти золото то есть здесь не факт что будет настоящее золото возможно будет какая-нибудь фигня так как тебя к слушайте они запаковали его пипец тут на всех этих так ладно пока я распаковываю нашего динозавра вы можете подписаться на канал поставить лайк и сделать репост к себе на страницу потому что ребят у меня есть мечта до нового года собрать себе миллион подписчиков у нас есть шанс нужно чтобы на меня каждый месяц подписывалась по 50 тысяч человек поэтому пожалуйста сделайте репост своим друзьям чтобы они тоже подписались вот зовите всех если ты смотришь это видео то обязательно подписывайся давайте сделаем уже красивую цифру у меня на канале и я успокоюсь потому что следующий порог 10 миллионов но я не верю я кстати когда у меня было 100 тысяч подписчиков я не верил в то что откроется это жесть какая-то я не верил что мы соберем миллион а тут мы собрали теперь я не верю что мы соберем 10 миллионов а вдруг соберем так наконец-таки я открыл слушай как тебя вообще открыл что тут внутри у нас так внутри вот такая коробка все мы тут все распаковали карта сокровища есть вот такая а ну тут не особо то интересно видите то есть я будет игрушка одна и та же один и тот же всадник и золото сокровище метеорит он золотой то есть одно сокровище золотое все остальные семь штук обычные фигурки монстриков из настоящего золота идет метеорит и тут написано шаги как нам нужно его открывать так и карта сокровищ то есть в какой части острова то есть у нас драконы то есть динозавры из разных частей острова в какой части острова находится наш динозавр а золото находится сокровище метеорита из настоящего золота в самом центре видите в пещере так ладно также внутри мы нашли вот такой клиночек новенький смотрите то есть он нам потребуется чтобы открыть нашего динозавриуса здесь есть какая-то насадка для динозавра так ну что что все отваливается давайте действовать по инструкции будучи считать инструкцию первое что нам нужно сделать это снять с него клетку снимаем клетку она у так поднимается вверх и все то есть вот такая у нас клетка потом можно будет с поиграть вообще в эти игрушки вот чем они хороши что они совместимы со всеми остальными наборами то есть вот этим динозавром можно будет играть с остальными игрушками так все готово дальше что а дальше нам нужно снять с него намордник так намордник отстегиваем вот здесь но это страшно надеюсь у нас не покусает так все снял намордник намордник сделан из резины обычно все у них было из пластика сделано это резиновый намордник выглядит очень круто и стильно согласитесь со мной так дальше мы должны вот эту штуку ему освободить лицо давайте освободим лицо от пленки освобождаем чик чик о все освободил и теперь вы посмотрите какой он крутой да динозавр выглядит просто шедеврально у него вот такие роборуки то есть это как бы на половину динозавр на половину робот у него вот такие роборуки видите клешни седло сверху наверно там будет сидеть как раз таки наш динозавриус так здесь еще какая-то пленка а это резинка давайте к резинку тоже снимем у него на хвосте так ноги ноги двигаются ое вот круто то что если вы любите динозавров а многие дети любят динозавров то вы можете его использовать в играх то есть просто с ним играть выглядит он очень круто но за 3200 не знаю дешево это или дорого так теперь мы должны нажать ему сверху на хохолок и он должен нам что-то выдать из рта ага у него во рту был вот такой ключ с помощью которого мы откроем сокровище половинка в каких-то наборах уже были такие ключи то есть смотрите он еще может говорить ставь лайк подпишись на канал миллион до нового года вот миллион до нового года он умеет говорить кстати ребят можете написать в комментариях какой бы вы подарок хотели на миллион подписчиков вот то есть вот миллион подписчиков у меня будет что мне сделать как мне это дело отметить дальше нужно разрезать ему брюхо мое самое любимое занятие так мы открываем операционный стол так динозавра нужно усыпить то есть мы не усыпить а типа ну сдать ему кислород вот все все эти чтобы он спал чтобы мне было больно он съел нашего охотника за монстрами и мы должны его достать ой смотрите какая мягенькая режется на удивление хорошо ребята резина новая стала они сделали новую резину это резина режется просто отлично вот так мы его обрежем по бокам смотрите чтобы хорошо все доставалось надеюсь тебе не больно надеюсь ты спишь глубоко глубокий сон динозавра вот когда жили первобытные люди у них были телефоны и динозавр мог случайно первобытного человека съесть телефон тогда динозавров вот так так же это ну под наркоз клали открывал это открывали брюхо и доставали телефон потерянный так открываем брюшка и что мы там видим кстати заметить в этот раз нет пинцета обычно все это доставалось пинцетиком а теперь вон все кишки динозавра мы должны достать так достаю кишочки опа кишочки достали так что внутри находится давайте сразу посмотрим здесь находится крепление для ног но крепление для ног да и все слушайте достаточно много там пространство внучка бабушка и волк бы туда уместились извините звонили совет а потому что я же говорил у меня есть свой авито магазина оттуда вот люди звонят покупают игрушки после обзора со скидками ссылка на авито магазин находится на вкладке сообщества а так то есть это динозавром все нормально вот брюхо ему зашили видите он потихонечку зарастает то есть все с ним хорошо теперь нам нужно вскрыть вот этот пакет в пакете кишки и наш охотник за сокровищами давайте проверим сможем ли мы спороть пакет да этот нож кстати идеален слушай он прям хорошо все режет так мы открываем кишочки там внутри золотой слайм так надеюсь слайм будет не липкий что-то он пока что липнет ко мне мне это не нравится так все в кишках больше ничего нету давайте теперь смотреть на что мы там найдем так освобождаем из почему у динозавра золотые кишки под кто знает есть у нас эти специалисты по динозаврам так открываем открываем и мы получаем оттуда вот такое тело охотника за сокровищами динозавров так дальше что у нас есть это скорее всего руль для охотника то есть он сможет сверху оседлать нашего тираннозавра рекса так также что там есть это наверное оружие для него скорее всего какое-то оружие древнее не знаю так слайм слайм липнет к рукам ну вроде как если его помять он обычно липучий пока вы оттуда не достанете вот эти все штуки потом его можно помять 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 и он становится вполне себе вот смотрите я его помял помял чик 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 а кстати еще прикольная история была я когда получил покупал этого динозавра я покупал детском мире авиапарком и я там встретил своего подписчика он меня узнал игру вау вау это закупочка мы с ним сфоткались так что большой тебе привет очень приятно что узнал меня так это что такое это еще какой-то древний топор скорее всего это древний топор так и голова нашего охотника сейчас мы его соберем так 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 все ну могу отметить что он какой-то узкоглазый и слайм легко отходит от частей раньше я помню слайму прилипал очень сильно к вот этим фигуркам было тяжело тяжело их достать а тут смотрите не а ребят слайм офигенский он конечно немножко липнет но стоит его замешать помешать то есть его нужно хорошенечко промешать и тогда он становится норм вы смотрите золотой какой уау слайм нормас слайму ставлю лайк только интересно где этот слайм хранить обычно у них были контейнеры для слайма тут никакого контейнера для слайма нету то есть расчет на то что мы поиграем слайм и мы его выкинем потом все убрал так собираем нашего охотника вот сюда ему вставляем о вы посмотрите какой красавчик не выглядит он офигенский у него плащ сзади у него золотая корона это эти какая апачи да типа какой-то индейца он больше похож на скелета индейца у него всякие руны на нем и ножки у него двигаются ручки двигаются и плащ такой пластиковый не плащ не двигается мус сделано в китае номер два то есть у нас скорее всего это под номером два будет сокровище давайте попробуем угадать у нас будет неведомый жук скорее всего если под номером два вряд ли мне из таких больших наборов золото практически никогда не достается а ну и да мы же даже ему не дали оружие или это не оружие на это оружие давайте попробуем да это топор слушайте они стали очень мягкие у них руки то есть раньше руки были жесткие и тяжело было дать оружие а теперь руки очень легко растягиваются то есть смотрите какое оружие толстая она больше его руки это оружие сделано из челюсти динозавра да как вы поняли это челюсть динозавра и он сделал из него себе топор а также есть вот такая штуковина я не знаю что такое возможно это даже не оружие ну давайте попробуем дать ему в руки но он в руки все берет да у него очень мягкие ручки вот видите вот это из клыков да возможно это клыки большой анаконды вот видите это клыки большой анаконды вот такое оружие или так руки вампиру какого-то древнего так все мы собрали дальше дальше нам нужно посадить нашего всадника сверху скорее всего вот эта штуковина это руль да то есть вот так мол сюда вставляем чик да это руль чик во все то есть он у нас сверху на динозавре сможет держаться чтобы не упасть и вставляем его вот сюда чик во все он тут стоит смотрите как круто но придется оружие у него из рук убрать к сожалению так давайте оружие уберем и поставим его как надо по красоте сюда о смотрите идеально идеально он стоит теперь вы сможете играть он даже никуда не денется видите можно играть с наездником динозавра выглядит просто шедеврально и потом наш наездник решил загонять нашего динозавра и случилось чудо смотрите мы берем хвостик динозавра и тянем за него и динозавр у нас какает и какает он метеоритом а нет это не метеорит это какашка подождите это было неэффектно. Мы можем это, кстати, закрыть и повторить снова. То есть я дергаю за хвост. И динозавр обкакался от страха. Возможно, он увидел большого старого мамонта. Слушай, прикольное. Прикольно сделано. Смотрите, то есть вы можете спрятать сюда обручальное кольцо для вашей девушки и сделать ей необычный подарок. Почему бы и нет? Так, теперь мы должны открыть этот метеорит-какашку. Я бы сказал, что это какашка скорее, а не метеорит. Давайте открывать. Чтобы его открыть, помните, мы доставали у него из пасти. То есть нужно достать что-то из пасти и что-то из попки, чтобы это открыть. И как это открывается? Может быть, это просто откручивается? А, его надо разбить! Это кокон. Да, мы должны освободить из какашки. Это как орешки. Слушай, это прикол, Дэс. Вот это прикол. И теперь мы достаем уже отсюда наш сюрприз. Но я уже вижу, что это не золото, ребят. Ну, как всегда, закупать самый везучий блогер, вы же знаете. Ставьте лайки, если вам жалко. Чик, открываю ключом. Вот теперь ключ нам пригодился. Открываю наш метеорит. И оттуда мы достаем резиновую сороконожку. Вот такая резиновая сороконожка. И, к сожалению, это всё. Вот. Всё, что мы выиграли. Давайте посмотрим, что это за резиновая сороконожка. Как её зовут? Это доисторическая сороконожка. Вот она. Она у нас третьим номером. Ну, можно сказать, вторым номером. То есть, первый вот этот, второй. Возможно, как раз-таки нумерация связана с тем, какой сюрприз находится там внутри. Так, сороконожка. И с ней ничего сделать, к сожалению, нельзя. Вот этот метеорит мы тоже выбрасываем. То есть, давайте подводить итоги, ребятушки. За 3200 рублей что мы получаем. Разумеется, в скором времени, я надеюсь, будут скидки. Давайте смотреть, что мы получаем за вот эти деньги. То есть, мы получаем метеорит. Вот такой, который мы можем, кстати, в него играть. Вот, прятать туда всякие сюрпризики. Также ещё на рисунке было нарисовано, что вот этот чувак, он держал метеорит в руке. Но, как вы поняли, у него нет. Обычно у них есть как, ну, место, где они могут держать вот это в руке. Ну, а он никак это не сможет держать. Ну, только вот так, если на вытянутой ладони. Так, то есть, мы открываем сокровище и всё. Потом мы никуда ничего деть не можем. Вот. Сороконожка у нас где живёт? Сороконожка живёт у нас на пляже. Вот, доисторическая сороконожка живёт на пляже возле острова. Далее, что мы получаем? Мы получаем вот такую фигурку с оружием. Вот. За 3200 рублей. Ещё мы получаем ключ, которым можно открывать вот это. Также мы получаем вот такой нож, с которым можно играть. Правда, он такой достаточно безопасный, но бумагу им можно разрезать. И мы получаем офигенного динозавра. Я хочу отметить, что динозавры такого же размера от Мотел, там, Зуру, там, и всех остальных фирм стоят примерно столько же, где-то 2500-3000 рублей. Поэтому он офигенен. Смотрите, у него открывается рот, у него открывается жопе, вот, дергаем за хвост, жопе открывается, у него двигаются ноги, также его можно использовать как тайник, внутрь можно что-нибудь засунуть, у него двигаются руки, тем более руки прикольные, механические, и ему можно одеть намордник. Кстати, давайте попробуем намордник ему одеть. Одно место. То есть мы можем при желании ему еще намордник одевать. К примеру, если вы ложитесь спать, и вам страшно, что он может вас укусить во время, когда вы спите, можете одеть на него намордник, и все, и можно не бояться, что, типа, на ночь динозавр, все у нас в наморднике. Возможно, я неправильно его одел, возможно, его надо перевернуть, кстати, намордник, ну-ка, что-то он как-то плохо оделся. Ну-ка, ну-ка, хотя его можно одевать, видите, как угодно, и так, и сяк. Да, вот так правильно одевается, вот так, да, и он так защелкивается даже лучше. При желании можно одеть неправильно, но вот так он выглядит лучше, и защелкивается лучше. Чик, во. Слушай, с намордником, мне кажется, он даже выглядит более брутально, как вам кажется. Офигенная игруха! Выводы такие, всем советую, я бы даже сказал, что за ты 3000 мне даже не жалко за такую игрушку, тем более, я уверен, что вам обзор понравится, и вы даже лайки поставите. А, еще совсем забыл, что еще слайм и вот эта решетка, то есть вы еще на ночь можете его накрыть, чик, типа накрываете его, и все, он у вас сидит за решеткой, и эту решетку можно использовать как домик для кукол, почему бы и нет, то есть, ну, как палатка, еще ее можно обклеить картоном, и будет у вас домик для ваших игрушек. В общем, пределам совершенства нет. С вами был Закупач, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите больше обзоров на Treasure X, и помогите мне добить миллион подписчиков до нового года. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok